Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Латова на канале Сегоплей. А мы продолжаем любовь к Дигге и рок-н-ролл. Я решил немножечко записать побольше, сразу. Так что мы продолжаем с 26 сентября. Однако ночь не принесла желанного отдохновения. Я постоянно просыпался и с опаской поглядывал на часы. Казалось, что мне просто необходимо набрать положенное количество сна. Но чем больше ты фокусируешь свое сознание на чем-то одном, тем острее воспринимаешь любые помехи. С улицы то и дело доносился непонятный шум. А в голову постоянно лезли мысли о сегодняшнем вечере. О, сегодня же бал, точно. Не опозорюсь ли я там с первых минут? Стоит ли выполнять поручения Ирины? А если стоит, то не попадусь ли я? В итоге забыться коротким сном удалось только под утро. Я встал с кровати часов в девять, хотя в этом не было никакой необходимости. Бал только вечером, и никто не мешал мне дрыхнуть все это время. Однако, как бы не хотел спать, какое-то томительное чувство беспокойства не давало дальше лежать в постели. Тяжкая горячая чая немного привела меня в чувство. Глаза больше не закрывались. Но мысли по-прежнему тонули в густом тумане, висящем во голове. Я ушел на крыльцо, чтобы немного проветриться, и уставился на дом Химицу. Не сказать, что мы вчера прямо разругались вдрызг, однако она вела себя странно. Можно было предположить, что она обидится, заплачет, даже закатит истерику. Но и в то же время Химица не делала вид, что ничего не произошло. Неужели чаша ее терпения все-таки переполнилась? Желание извиниться. Условный рефлекс. Выработанная с годами оказалась сильнее меня. О, ты... Мы в первый раз увидели дом Химицу. Вот тяна. Я некоторое время колебался, но потом плюнул, перешел дорогу и позвонил у двери дома Химицу. Это батя ее? Открыли не сразу, на пороге стоял ее отец, Рюновский сан. Николай, доброе утро. Он явно не ждал гостей так рано. А может не ждал именно меня? Доброе утро, Рюновский сан. А Химицу дома? Нет, Химицу нет. Она, наверное, в магазин пошла? А когда она вернется? Он смирил меня таким взглядом, каким гробовщик, наверное, оценивает потенциальных клиентов. Нихрена себе. В гроб уже решил, да? Да. Нескоро, Николай. Химица уехала к бабушке на некоторое время. К бабушке? Непонимающе переспросил ее. Да, она теперь будет жить у нее. И надолго это? Я пока точно сказать не могу. Ну, речь идет о нескольких днях или... Скорее о месяцах. Может и дольше. Рюновский сан, что-то случилось? Это тебе виднее, Николай. Я че... А че она натворила опять? Истеричка эта гребаная, блин. Что это значит? Смысл его сразу... Есть смысл... Смысл его слов не сразу доходил до сознания. Но то он звучал весьма определенно. Это значит, что тебе лучше знать, о чем вы говорили в последнее время. И почему химица попросила меня отвезти ее к бабушке? А, значит, это она вас попросила. Да. Кажется, вчера еще ничто не предвещало такого развития событий. Я все сказал. До свидания, Николай. Я все сказал, да. С этим словами Рюновский сан закрыл дверь прямо мне перед лицом. Не очень вежливо. Ничего не скажешь. Однако он никогда и не отличался излишней манерностью. Вот кого я по-настоящему побоялся раньше, так это отца химицу. В каждом ее условии, в каждом жести сквозила холодная уверенность в себе и расчетливость. Он не говорил лишнего, не пытался произвести впечатление на других. И, видимо, не очень заботился о том, что другие думают о нем. Такое тебе скажет, то сделает. Мог ли он сам увезти химицу подальше от меня? Думаю, вполне. Однако все это произошло как-то слишком быстро. Уверен, если бы химица вчера знала, что уезжает, то хотя бы намекнула на это. Да что значит месяцы, а может и дольше? Я решительно нажал на кнопку звонка. А второй раз ревновский сан открывал еще дольше. Ты что, забыл, Николай? Вновь увидев его, я растерял большую часть своей решимости. Кто-то надуданил штанишки. А как же школа? Нельзя же вот так, посреди учебного года. Я улаживаю этот вопрос. Уладите? Это понятно, но... Николай, тебе не кажется, что ты об этом сто... Что об этом стоило беспокоиться до того? До чего? Наверное, спросил я, а ревновский сан нахмурился. До того, как портит это отношение с моей дочерью. Я ничего не ответил. Он был прав и спорил все равно бы ни к чему не привели. Очень хорошо, что ты хотя бы сейчас это понимаешь. До свидания. Дверь вновь захлопнулась передо мной без предупреждения. Да, пизда. Я вернулся к себе и погрузился в тягостные раздумья. И все-таки не могла химиться вот так просто взять и уехать. Не похож вчерашний разговор на прощание. Я примерно представлял, где живет твоя бабушка. Потому что бывала там в детстве. Но есть ли у меня сейчас время разбираться с этим? Сегодня балл, а дальше Ирина, Зет Филс и Элли. Не давайте мне, пожалуйста, выбора, я вас умоляю. Месяцы. А может и дольше, да? Я на секунду представил, что больше никогда не увижу химицу. И почувствовал тупой укол в области сердца. Понимая, что сделал не так, я не знал, мог ли поступить иначе. Как мы сейчас за решеткой во многом из-за меня. Очень может быть, что если бы мы не общались, для нее все закончилось бы по-другому. И если я так паршиво себя чувствую из-за того, что не сделал для нее большего, то что бы со мной было, случись что с химицу? Нет, оно и к лучшему. Такие люди, как я, должны страдать. Проблема была в том, что, страдая сам, я заставлял страдать и всех окружающих. Да, мне точно стоило вернуться на родину после смерти родителей. Конечно, если бы я и там не завел новых знакомых и не испортил в итоге жизнь им. Да что же это такое? Я все глубже погружался в пучины черной тоски. На столе лежал злосчастный смокинг, уже начавший собирать пыль. О всем ты виноват. Я уже было замахнулся, чтобы ударить по нему, но моя рука безвольно зависла в воздухе. 30 тысяч йен, не забывай. Все-таки он стоит немалых денег. Я усмехнулся от всего комизма ситуации. Мы покупаем вещи, которые нам не нужны, на деньги, которых у нас нет, чтобы впечатлить людей, которым на нас наплевать. Возможно, я и хотел бы впечатлить теле, однако сделать это было куда проще, показав виртуозную игру на басу, нежели напялив дурацкий клоунский костюм. Неожиданно в дверь позвонили, кто бы это ни был. Я был рад нежданному посетителю, который отлег бы меня от самобичевания. Ебать, здорово. На пороге с хитрым видом стоял кезки. Привет, ты поделал или как? Хотя какое у него может быть дело в субботу утром? Или как? Еще больше прищурился он, так что его глаза превратились в две узкие полоски. Я вздохнул и посторонился. Ну, проходи тогда, что ли. Коцкий вошел за мной на кухню и сразу обратил внимание на смокинг. Значит, это правда? Что? Честно говоря, я не до конца поверил Майку. Конечно, ему не главное шутник на деревне, а чтобы ты дали на бал. Я не просил Майкла никому рассказывать, а он часто воспринимает просьбы или отсутствие таковых буквально. Ну, мог бы догадаться. Ну, вот так. Вдохнул я. Взял со стола смокинг и изомер. Не знаю, что с ним делать дальше. Я просто не могу не спросить. За какие особые заслуги ты получил предложение на бал в поместье Кабояши? Не можешь? Я вижу. Кезки буквально сгорал от нетерпения, и я решил, что проще и быстрее будет осознаться. Осознаться, да. С чего бы начать? Пум-пум-пум. Мы то и это делали. Всякое с нами было. Скажем так. Да-да, завидуй, мне завидуй. Да, да, да. Да, это я, да. Да. Пизда, блин. Так вышло, что я теперь играю на басов в группе Элли. Я сделал паузу, аждаю комментариев, но он молчал. Мало, оказывается. Ну вот она и пригласила меня к себе на бал. Остальные ребята идти не захотели, но она их тоже звала. Кезки все так же безмолв... Без... Бам-бам-бам. Что сегодня с моим языком? Я не понял. Это после рабочего дня, что ли, у меня? Или что? Кезки все так же безмолвствовал. Не скажешь ничего? Да, я вот все думаю. Дай тебе по морде за то, что скрывал такие важные вещи от меня. Или поздравить тебя. А может похвалить вас с Майком за отличный розыгрыш? Дорогой больно вышел. Розыгрыш. Хмак знал я, тряхнув смокингом. Ну прям я как знал, блин. Музыка это, конечно, здорово. Но как насчет более личных отношений, а? Не понимаю, о чем ты. Дежурно отварировал я. Но тоже почувствовал, как по делу расходится приятный холодок. А он уже ссади стоит и дышит тебе в шею, да? Рассказывай. Вик, ну серьезно, сколько можешь знакомить? Я знаю тебя как облупленного. Но раз знаешь, ты зачем спрашиваешь? Потому что мне нужны подробности. Он закатил в глаза, подскочил ко мне, схватил за руки и затряс взят вперед. Взят вперед, взят вперед. Ну расскажи мне. Я ими питаюсь. Захрипел он голосом, аниме злодея. Ими питаюсь. Блин, я еще не выздоровел, а уже таким голосом говорю. Да нет никаких подробностей. Я отчаянно пытался оттолкнуть его от себя, и наконец мне это удалось. Не помни смокинг. Значит для тебя какая-то тряпка важнее друга? Тряпка стоит 30 тысяч. Весомый аргумент. Согласился, и он отошел, бля. Да и нечего рассказывать, я тебе серьезно говорю. Если бы что-то было. Я устал держать смокинг в руках и положил его на катацию. Я просто сам не знаю, что будет дальше. В последнее время в моей жизни все меняется со скоростью света. Сначала Кэтрин, потом Ивамура. Подожди, на какое-то ты отношение имеешь к Кавамури и тем убийством? Тут же перебил меня он и встал поузу дотошного следователя. А? Я пожалел о том, что заикнулся про Кагама. Ты знаешь, что-то анекдот, который тряпачам не рассказывают. Ник, если ты во что-то вляпался, неужели ты думаешь, что я буду? Почему ты видишь, что я их всех убил? Притворно разозлился я, чтобы соскочить с темы. Нет, конечно нет. Ты, кажется, про Эли хотел что-то спросить? Хотел. Закосился он и повесил голову. Ну так, спрашивай. Что? Про нее. А что спрашивать? Не знаю, размер груди. Это же тебя вечно интересует. А ты его знаешь? Блядь. Че за ебанько, блядь. Блядь, кезки, сука. Блядь. Воскликнул он. А ты знаешь? Не знаю, откуда. Но когда узнаешь, расскажешь? Блядь, ебанько. Нет, кезки, даже если узнать, не расскажу. Справедливо. Раз согласился с он и подошел к хладильнику. Надо пожрать, да? У тебя есть что-нибудь пожрать? Пожрать, блин, а? Я прям как знал. Открыл его и скривился. Я думал, Химитсу тебя на тебе заботится. Она свалила на долгие времена от меня. Химитсу. У нее сейчас свои дела. Конечно, если она действительно уехала надолго, как сказал ее отец. То кезки рано или поздно об этом узнают. Лучше поздно. Эх, никому ты не нужен, кроме меня. Может, тогда сходим пообедать? Мне рассказывали о новом ресторанчике рядом с... Не сегодня. Мне надо готовиться к балу. Понимаю. Протянул он. Надеюсь, я буду первым, когда ты расскажешь о том, как все прошло. Непременно. Когда кезки ушел, я вынул смокинг из чехла и примерил его. Кажется, в магазине он сидел лучше. И тут в дверь вновь позвонили. Кезки что-то забыл? А там Элли... Кэтрин? Ты что, блядь, забыла? Однако, таких гостей я сегодня точно не ждал. Кэтрин собственной персоной. Ты чего так вырядился? Я не помню, как она говорит, так что пускай будет таким образом. Насмелилась она, как только я открыл дверь. Каждый твой визит для меня как праздник. А, ну если сери... Нет, нет, нет. Надо выбрать голос. Надо выбрать... А если вот так вот? А, во, во. Вот так вот, если. Ну, а если серьезно? Если серьезно, то я вечером иду кое-куда. Моглядь, так будто ты на какой-то бал собрался. Именно. Кэтрин сначала удивилась, а потом помрачнела. Пригласишь меня выйти? Пожалуйста. А че так это... Ебать под 45 градусов. А для вас-то это вот так вот получается. А для меня это вот так вот. Возьму-ка я скриншотиком. Для котика-абормотиком. О, вот так. Мы прошли на кухню. Катя остановилась в нерешительности, словно что-то забыла. Чем обязан? Мы так давно не общались. Это видно, не рад меня видеть. Хм, до этого мы не общались полтора года. Японец-то это вело себя не более приветливо, когда вернулась в Японию. Твоя правда. Неожиданно согласилась, она обхватила себя руками и опустила голову. Так что за бал? У Кабая Шелли. Слышал про нее? У меня не было никаких причин скрывать что-либо от Кэтрин. Более того, я поймал себя на мысли, что уже давненько я вообще не вспоминал о ней. Слышала, но не знал, что вы настолько близки. Я теперь играю с ней в одной группе. Значит, снова взял в руки гитару. Типа того. Пожалуй, плечами налил себе стакан воды. А чего-то ужасно захотелось пить. Согласен, она душнит конкретно, что аж... В арту пересохло. А да еще окно открыть просто. Что ж, поздравляю. Спасибо. Все получилось так быстро, что я пока даже сам не успел осознать, что произошло. Она девушка видная. У тебя губа не дура. Все как на подбор. Ты на себя намекаешь? Скромность украшает человека. А я без этого на внешность не жалуюсь. И все-таки... Похоже, у тебя все хорошо. Все относительно. Вокруг происходят такие ужасные вещи, а ты неизменно радуешься жизни. Какие-то ужасные вещи. Прям будто забыл про убийство вообще. Какие убийства? А, это... Да, неприятно. Никогда не знаешь, как повернется твоя судьба. Ебать, это ты их убила, сука, что ли? Ебать, я прям почувствовал, как будто она скрывает убийство, блядь. Лучше об этом не думать. Согласен, лучше об этом не думать. Однако не думать мне самому было всегда сложнее всего. Блядь, опять согласен, сука. Читаешь мои мысли, блядь. Блядь, Коля, ты пиздец. Лучше об этом не думать. Тихо повторила она и как-то жалобно посмотрела на меня. Значит, ты не сильно расстроишься, если тебе скажу, что хочу вернуться в Америку. Пиздуй, блядь, просто нахуй. В эту свою Америку. С чего бы мне расстраиваться? Отозвался я на внутри, меня словно полоснули ножом по сердцу. Не знаю, просто... А почему так внезапно? Ты здесь всего пару недель. Не стоило мне возвращаться в Японию. Это было ошибкой. Я не знал, что на это сказать. Катя выглядела расстроенной, зажатой и угрюмой. Как будто ее кто-то заставил прийти сюда и говорить мне все это. Может быть, дело опять в ее матери? Ты сама так решила? Если ты намекаешь на маму, то она здесь ни при чем. В какой-то веке. Тогда я тебе... Тогда я тем более не понимаю. Чего ты не понимаешь? Проднесла она, скорее бы, твердительно. Я собрался с духом. Не всякая откровенность хороша в отношениях с Кэтрин. Зачем тогда было вообще возвращаться? Я уже говорил, это из-за маминой работы. То есть сейчас работа больше не важна? Сейчас обстоятельства изменились. Да, и каким же образом? Ник, я же не прошу тебя отчитываться, например, о твоих отношениях с КБШ Элли. Наконец подняла она голову и сверкнула глазами. Да, но только вот я не мечусь... Я не мечусь между островами и континентами. Это упрек? Вот уж не знаю, зачем ты пришла, если не хочешь ничего рассказывать. Я прям вот... Прям подряд прочитал. Давайте заново. Вот уж не знаю, зачем ты пришла, если не хочешь ничего рассказывать. Вот так куда лучше. Еще совсем недавно я бы наверняка вышел из себя. А сейчас просто отметил действительно странное поведение Кэтрин. Чтобы попрощаться. Разве это так удивительно? У нее слеза проступила, и я должен это заскринить. Это эффект, но будет для превьюшки. Вот так вот. Разве это так удивительно? Вдруг рассмеялась она, а ее глаза заблестели от слез. Не знаю даже, какую реакцию я ждала. Надо было написать еще одно письмо, которое ты все равно бы не прочитал. Что было в том письме такого важного? Я почувствовал, что совершил непростительную ошибку, не прочитав его. Так иногда жалеешь, видя, как из златотрона достают выигрышные номера, а ты совсем чуть-чуть не угадал. Письмо ты забрала сама. Попытался робко возразить я. После того, как оно у тебя не столько пролежало? После того, как оно у тебя сколько пролежало? Год? Это уже в прошлом. Чего сейчас говорить? В прошлом. Всплеснула она руками и отвернулась. Как быстро у тебя все меняется, подумать только. Еще вчера бегла за мной, плакался о былых временах. А теперь нацепил дурацкий сюртук и думаешь, что стал похож на миллионера. Да ничего я такого. Знаешь, мне правда не стоило сюда приходить. Я бы уехала, а ты бы даже не заметил. Ебать, пришла, поистерила и ушла. Скричала Кэтрин и выбежала из кухни. Я не стала ее останавливать. Зачем? И что я скажу, что сделаю? И в последних словах слышалось не только разочарование, но и обида, и даже сожаление. Лечим всегда приятно иметь поклонника, даже если она его ни во что не ставит. Неужели здесь подобный случай, если наши отношения с Катей не были чем-то большим? Нет, в это поверить я тоже не мог. Кэтрин решила уехать и уже стоя одной ногой на трапе самолета, наконец поняла, что теряешь что-то важное. Даже если так, то уже слишком поздно. И не только для нее, поздно уже и для меня. Кажется, я перевернул эту страницу в своей жизни и даже не заметил этого. Как будто лег спать одним человеком с неуместными расспросами. Наконец я вышел из машины и огляделся. С одной стороны, все как будто не так страшно, как представлялось в моем воображении, но очевидная чуждость этого места тем не менее пугала. А вот остальные гости чувствовали себя здесь вполне комфортно. Весело поприветствовали друг друга и смеялись, поднимаясь по ступенькам к входным дверям, высотой никак не меньше 4 метров. Я сделал над собой усилия и последовал за ними. Внутри поместье Кабояша выглядело еще роскошнее, словно фотография сделанная где-нибудь в лувре. Я очутился в огромном зале, который уже был заполнен мужчинами в строгих костюмах и женщинами в роскошных платьях. Никто не обращал на меня внимания, но мне все равно казалось, что почта уходит... Что почта? Что почта уходит из-под ног! Я присоединился к одной из колонн и вздрогнул, когда ко мне обратился официант. «Не желать ли шампанского?» Я машинально взял бокал с подноса и посмотрел сквозь него на официанта, искаженная пузырящейся жидкостью. Его бесстрастное лицо показалось мне похоже на уродливую маску. «Спасибо!» Коротко бросил я и сделал глоток. «Аригото!» Тут же исполнился совет Майкла о том, что с алкоголем на таких мероприятиях стоит быть поосторожнее. Где проходит та и двая различимая грань между стаканчиком для храбрости и парой бутылочек, употребленных по вине отключившегося самоконтроля. Я решил оставить этот вопрос на потом и вторым глотком осушил бокал. Элли пока нигде не было видно, а алкоголь уже давал о себе знать. «Сего с одного бокала? Ты серьезно?» Все-таки прав был Майкл насчет шампанского. Чтобы немного отвлечься, я принялся разглядывать разношерстную толпу. Впрочем, отличаясь друг от друга только дамы, кавалеры же, хоть и разнились по росту, весу и наличию волос на голове, в целом сливались в некую однородную черную массу с небольшими вкраплениями белого. Ирина? Похоже, что-то капец. Неожиданно возимые колонны остановилась странная парочка. Мужик неопределенного возраста, вне местных темных очках и женщина, удивительно похожа на Ирину. Некоторое время они просто стояли, не обращая на меня никакого внимания. Но вот женщина заговорила. По-русски! Какое восхитительное платье вот этой барышне. Она сделала неопределенный кивок головой куда-то в сторону. Видимо, пальцем показывает неприлично. Мне показалось, или она вместе с тем джентльменом, который приехал на Рос... Ройси. Наташенька, ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться... А, тьфу, блин! Это мужик, оказывается, говорил? Наташенька, ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогой одежде и автомобилях. ответил он просто чем сразу вызвал у меня симпатию виктор тоже возмутилась его спутницу может ли быть совпадением то что из всех гостей рядом со мной казались именно русские или ирина отправила их следить за успешным выполнением задания не тогда уж куда проще было бы поручить его кому-то другому а не обычному школьнику на шампанское сделала свое дело я услышал собственный голос еще до того как до конца обдумал стоит ли начинать разговор извините что послушаю просто раз мы оказались в одной компании так сказать я понимал что несу бред но уже не мог остановиться вы же из ссср пункта как вы догадались удивилась женщина и тоже приветливо улыбнулась мне потому что у него есть уши наверное виктор вы невыносимы меня кстати на то ли зовут николай представился я и перевел взгляд на мужика его глаза были скрыты затемными очками не было совершенно невозможно понять о чем он думает однако почему-то казалось что надо мной про себя посмеивается ах ты сука виктору простыми открытым жестом протянула мне руку здесь не часто встречаешь людей вашего возраста николай она замолчала и задумалась а потом замахала руками словно вдруг осознав что сказал полнейшей глупость как они любят это делать японцы вот они же все-таки в японии ой сорянба сорянба может сорянба он пусть нет я не имела ввиду что да все в порядке мне пригласила хозяйка дома вообще могу ли она заводили хозяйкой она твоя хозяйка это точно как собачонка бегаешь вокруг нее возможно к большей джунной и жена которая приходится или бабушке вот она тогда имеет большее право именоваться хозяйкой значит ты одноклассник элизабет да вроде того малышка или так быстро выросла уже и кавалеров на был приглашает да мне а пацаны не против ухмылился мужик попытка ловко всватив под носа пробега шуми у официанта бокал шампанским честно говоря я на балах я на балах на балах в дубаях честно говоря я на балах раньше не бывал тогда вот хлебни чтобы руки не дрожали он протянул мне непонятно откуда взявшийся второй бокал ты чё волшебник блять что ёбаный волшебник перед глазами вновь стало укоризненное лицо майкла на эти двое так сильно подняли градус моего внутреннего напряжения что мыслить логически становилось все сложнее боли вообще вообще тебе уже ударило в голову надо сохранять рассудок вот такой вот кривой немного рассудок и выполнить задание начать тебе пизда нет спасибо мне еще нельзя пить если верить местным законам а что ты только что делал а что ты только что делал с разочарованием голоса спросил виктор я почувствовал как загорелись щеки но ничего не ответил виктор хватит спаивать молодого человека так или иначе раз уж я начал разговор надо было переходить к делу если позволите спросить смотри-ка уже как настоящий японец заговорил виктор я продолжил уже менее уверенно вы работаете с советском посольстве я работаю совместно с войска японской фирме я не знал бывают ли вообще такие фирмы на свое невежество выдавать побоялся а виктор известный писатель известный в узких кругах достаточно узких чтобы пацан про меня не слышал ты охранник ее а не писатель не пизди мне тут а про что вы пишете ладно уж поверю что-то пиздец до полы хорошие про жизнь неопределенно отозвался он залпом опрокинул бокал и хищно зарыскал глазами по залу в поисках официанта нервничать сука значит точно охранник точно пиздобол вот запомните вот это лицо это лицо пиздобола извините я больше научно фантастику читаю а у нас куда не плюнуть жизнь фантастика громко рассмеялся он но к моему удивлению на нас никто не обратил внимание к этому моменту одно ясно точно виктор с кгб никак не связан но скорее всех людей за которыми органы сами будут присматривать про наталь же я не мог не чего сказать определенного ирина тоже поначалу разыгрывал из себя дурочку но всегда при этом встретить здесь я имею ввиду в японии вообще соотечественников так сказать и нам очень приятно барселон наталья мгновенно потерявшая интерес к разговору заметив кого-то в толпе кумика как я рада вас видеть и тут же убежала оставь меня наедине со странным писателем да ты не парься ты не не парюсь его обществе не становилось все более-более не по себе найдется твоя подружка и действительно я наконец увидел или который спускался по лестнице со второго этажа извините сказала я быстро лавируя между гостями бросился к или вот другая моя я так заебался тебя уж ждать я уж подумал что ты бросил меня тут одного ура ты пиздато выглядишь нахуй ник привет у или был такой вид словно мое появление на этом балу стало для нее неожиданностью хорошо выглядишь на ней было белоснежное платье в пол и выглядела она действительно сногсшибательно то есть я хотел сказать прекрасно у тебя очень красивые платья то очень красивые спасибо смутилась она неужели она слышит подобные комплименты впервые зине и немного самая бухой на патчат сука как и болты блять вот это в ебало конкретно шампанское язык слегка заплетался в голове словно давал концерт симфонический оркестр токийской филармонии и меня попросили записать партию литавров в нотную тетрадь ничего я понимаю в у нас или и все напряжение миг спала она понимает потанцуем боляя тут пьяный хожу ты меня что тут танцевать шманцевать тут погнали но я не умею ничего просто повтори мои движения и все будет в порядке как скажешь да на трезвую голову я бы на такой авантюру точно не согласился бать ты засмущалась а мать мы вышли на середину зала или осторожно приопнула меня а правой рукой взяла мою левую руку вот так и раз и раз не сложнее чем держать ритм когда играешь на гитаре но кому как на гитаре цены пьяны за то пьяный а тут там с первых секунд она зала явно щадящий около нас некоторые пары кружились со скоростью кабинок больше крутили в парке развлечений я старался тщательно повторяйте все ее движения и пока что мне это удавалось однако вскоре молчание стало решительно невыносимым и сама по себе и следствие выпитого ты на каблуках хожу все выше знаешь я так и никогда наверное к ним до конца не привыкну конечно приходится из рейкан боже лет с кафе же фьючер вроде меня фьючер по-другому футури пишется а фута а фу фурзы хуйня какая-то конечно приходится из редко надевать туфли тут ничего не поделаешь это же прикольно а ты без меня тоже не не терял я видела сверху как ты с кем-то вел непринужденную светскую беседу а эти и много сбился с ритма на или тут же притормозила и вновь аккуратно показала мне правильное движение я просто услышал что они говорят по-русски встретил соотечественников здорово ну да наверное если в отношении виктора у меня сомнений практически не осталось то что-то однозначно решить насчет этой наталья я просто не мог с другой стороны а важно ли это в конце концов для ирины существует только два возможных исхода я принесу фотографии или нет фотоаппарат тут же начал неприятно оттягивать внутренних рома смокинга хорошо хоть не обыскивали на входе о чем думаешь так как будто не со мной да прости просто волнуюсь ты же должна понимать я на балу раньше не был а вот меня самое детство таскать то туда это сюда это мне все это кажется невообразимо скучно однако вела на себя значительно сдержание что ли чем обычно сложно представить а ты представь лучше что сюда привезли оборудование инструменты и мы вступаем перед всеми этими мертвыми внутри пустобрехами это представить еще сложнее алкоголь начинал постепенно выветриваться шампанское быстрое дает в голову но и отпускает относительно быстро я ловил себя на том что жадностью поглядываю на сверкающийся серебряные подносы доставлены высокими бокалами с манящей шипучкой но все равно я рада что ты здесь потому что не даю тебе скучать нет коротко ответила она помолчала и добавил уже тише не только а почему никто больше из группы не пришел они не любят подобное сборище еще одна пиздоболка ясно и ты тоже пиздобол интересно оказался бы я сам при других обстоятельствах поместика бишь таком случае хорошо что взят филзы взят филдз нашелся хотя бы один светский лев пару к светской львице или улыбнулась одними уголками губ очень воспитанные по взрослому когда надо она может вести себя как оляди танец подошел к концу я повторяю за другими мужчинами рядом поклонился или она вот это делала легкие реверанс заиграла более легкая музыка и танцующие тотчас же разбрелись кто куда формируя стайки разного размера доводя разговоры друг с другом а кто-то плотно оккупировал столы с едой и напитками да спасибо за танец это был интересный опыт всегда пожалуйста я глаза вдруг забегали словно ей стало некомфортно моем присутствии чего блять них прости не надо отойти мне к сожалению на это праздники числа бия есть свои обязанности да да конечно еще увидимся улыбнулась она и подошла к группе молодых девушек я остался один в окружении совершенно незнакомых людей которым было на меня совершенно наплевать меня тут же охватила тревога сердце засучало быстрее я почувствовал чтоб эти и так что же делать я раскал глазами по залу в поисках наталья она непринужденно болтала с другими гостями и вряд ли в этот момент если еще и следил за мной конечно мне всегда оставался вариант рассказать все или на действительность защиту к большей джуны вряд ли он будет в восторге от всего этого на какой-то шанс что он поможет все же остается начал поступил со мной также как ирина поступила с кагома однако даже сама мысль об этом всемогущим человека уже вызывала внутренний трепет мне сейчас дадут выбор да мне сейчас дадут выбор ирине доверять у меня не было никаких причин на на хотя бы русская своя даже если они всегда согласен с мотивацией и поступков то их я все же понимаю а чего хочет дед элли денег власти и еще больше денег и главное какую защиту он может не предоставить вывезет в глухую японскую деревню где поселит в одной полу развалившейся хижине скакимару колодец километре от дома никакого нормального отопления зимой и тем более санузла перспектива так себе с другой стороны на мистерина я бы сразу избавился от ненужного свидетеля заполучив фотографии все ее разговоры про патриотизм относятся только к пространству идей они конкретным людям мы стремимся чтобы страна в целом жил и лучше весь на раз весь народ процветал если небольшой процент из-за этого пострадает это допустимые потери и главное ирина особо и не скрывала что руководствуется именно этой жизненной установкой я был далек от сопоставления социализма и капитализма но сейчас невольно оказался в самом центре противостояния этих двух моделей причем реальные люди обладающие реальными чувствами были готовы друг другу глотки перегрызть ради абстрактных идей тигр и дракон кому же довериться амурский тигр да когда-то в детстве я слышал притчу о двух этих плохо уживающихся друг с другом существах в притче решение нашлось быстро соединить хвосты дракона и тигра вместе чтобы им волей неволы волей неволей пришлось найти общий язык подобный симбиоз двух политических и экономических систем в реальном мире почему-то не казался мне хорошей идеей для понять сходу кто из никто тоже задачка не из легких но возвращаясь к от высоких матерей делам брена не так или иначе придется остановиться выбора либо над игре либо на драконе ну конечно же конечно же были выполнить задание ирины давайте-ка попробуем а я сделаю вот так вот на всякий случай мне вообще чисто интересно пизданом или нет и все-таки ирина опаснее если я откажусь то рискую вообще не дожить до завтрашнего дня а если справлюсь есть шанс что свое слово нас держит теперь остается только не попасть не звучал наизусть план дома но все равно ужасно волновался вторая комната слева или 3 2 или 3 выучил наизусть да на лестницах и на балконах почти никого не было я улучшил момент и быстро поднялся не оглядываясь по сторонам коридор выглядел бесконечным на стенах висели картины кистей западных художников на полу лежал роскошный ковер если бы оказался здесь при других обстоятельствах то обязательно бы удивился не нарочитому отсутствию чего-либо японского но сейчас моей единственной целью было поскорее выполнить заданию и медленно открыл дверь кабинетка бояши джуны и она тут же предательски заскрипела слава богу что этого никто не слышал за дверью оказалась просторная комната а в ней огромный дубовый стол окна книжечные шкафы вдоль стен ами толсток столу открыл на угад несколько ящиков и прошерстил лежащие там бумаги на первый взгляд ничего кроме бухгалтерских документов отчетов и прочих бессмысленных для меня вещей странного логотипа точно нигде и видно не было я уже отчался но тут в последнем ящике наткнулся на толстую папку с бумагами раскрыл ее и увидел тот самый логотип быстро досталось карман фотоаппарат и начал лихорадочно фотографировать и не знал на сколько хватит пленки и инстинктивно старался действовать быстро как будто от этого количества кадров могло увеличиться суть документов у не ускользало потом будет сколько угодно времени дома чтобы их изучить если конечно я сумею сам проявить пленку фотоаппарат начал издавать бессильные щелчки сообщая тем самым о том что больше ничего сфотографировать не получится осталось еще около половины листов папки но это уже были мне мои проблемы или не стоило позаботиться об этом заранее довольно собой неуверенным шагом по пошел к выходу как вдруг дверь открылась и проходе появились двое неулыбчивых джентльменов черных костюмах пизда блядь я не зря сохранился и что вы скажете или роя себе могилой окончательно выбился и сил тяжело дышал вспотел сердце сучало как бешеное испачкал смокинг брюки и белую рубашку но все это было уже неважно похвально николай что такой минуты ты способен думать о ком-то кроме себя охрана вывела меня через черный ход во двор где вскоре к нам присоединился к бояшин джун мне дали лопату и отвели в лес рядом с поместьем первую секунду в кабинете старика у меня проскочила шальная мысль бежать выпрыгнуть из окна разбив стекло но такое бывает только в американских боевиках и подобный поступок скорее убил бы меня чем спас уже понимаете что у меня не было выбора я не столько пытался отсрочить неизбежное сколько банально не мог дальше копать руки дрожали отказывались держать лопату ирина мостовая произнес он скорее утвердительно я наслышан об этой женщине похоже она умеет быть весьма убедительным однако николай ты тоже должен понимать что после всего что ты видел я не могу просто тебя отпустить да не видел я ничего взмолился я мне времени не было вчитываться я только отснял всю пленку и как появились ваши громилы к сожалению у нас нет никакой возможности проверить твои слова и что это достаточно точная причина для убийства сам по сути если ты вернешься к мадам мостовой без снимков она явно не обрадуется а если узнает что тебя поймали отобрали фотоаппарат то думаю у нее тоже не останется вариантов как бы не противно было это признавать но он прав и похоже шанса выбраться из этого леса живым у меня не оставалось самое странное что я не испытывал животным страха и паники скорее горькую досаду на себя самого за то что поступил неправильно ты не злишься на торнадо разрушившие твой дом ты злишься на себе за то что наплевал на приказ об эвакуации а может еще и за то что вообще решил строить дом в этом районе мои родители это вы их убили он погладил бороды задумался твои родители были шпионами николай они следили они сделали свой выбор задолго до того как вступили на японскую землю так какими шпионами я вас умоляю весьма хорошими учитывая то что столько лет им удавалось работать под прикрытием и скрывать этот дар от собственного сына я не знал что на это ответить сейчас когда мне стало жить считанные минуты зачем ему врать неужели об этом знали все кроме меня знал к больше джун знала ирина знал ученосы я вспомнил маму и папу но никак не мог поверить что это правда в памяти они остались самыми простыми людьми инженерами господи да это последнего думал что отец строит мосты к больше сам я вам не верю он мог действительно верить то что говорит но это никак не доказывает вину родителей холодного немногие пострадали понапрасну что же это твое право почему же вот это позволили позволяли сыну русских шпионов общаться со своей внучкой потому что я знал что таких деятельностей не лишь никакого отношения а вот как спасибо за доверие рассмеялся я и тут же зашелся сильным кашлем копай давай рявкнул один охранник осталось немного смехнулся вдогонку другой знаете к бэш сан а ведь или всегда вас так рьяно защищала говорила что вы неспособны на убийство элизабет многого не понимает в этом мире хоть и отчаянно пытается казаться взрослый именно чтобы защитить ее обеспечить ей достойное будущее не приходится иногда совершать некоторые неприглядные поступки о которых ей лучше не знать и все это он говорил таким тоном как будто объяснял обязанности новой горничной вы бы спросили для начала самуэля нужно ли такое будущее вы русские просто не понимаете как устроена наша жизнь если эти пони мне кажется вполне достаточно чтобы понять а если понимаешь николай то самое время оставить все обиды чтобы с чистыми помыслами войти в новое перерождение я не верю в колесо сансары или что вы там медь ввиду хорошо тогда скажу словами древней греческого философа эпикура когда есть мы то нет смерти когда и смерть то нет нас так что николай кун тебе бояться нечего в любом случае и в его словах чувствовалась издевка хотя говорил он все это спокойным тоном в другой ситуации мне могли бы уже надо есть все эти пустоты сфилософствования но сейчас они продлевали мою жизнь пусть и ненадолго что мне нужно сделать чтобы меня отпустили иногда я задумывался на что человек готов ради выживания предательства убийства он даже геноцид я никогда не мог сам себе ответить на вопрос на что буду готов я окажись подобной ситуации ты сам выбрал свою судьбу николаю даже с некоторым облегчением услышал я подобный ответ вы рассуждаете перерождение к армии а потом говорите о выборе судьбы мне кажется что эти концепции не очень стыкуются николай ты просто оттягиваешь неизбежно да черт возьми оттягиваем я бросил лопату в яму и наконец горько расплакался мне всего 18 лет у меня еще вся жизнь впереди что такого сделал да не читал эти документы клянусь это уже не важно николай я ведь человек в конце до концов моя жизнь что-то значит я не акция которую можно купить или продать зависимости от курса то он дал право так же легко убивать людей как будто они нерадивые работники которых можно в любом момент уволить босс мне кажется уже достаточно глубоко с раздражением ряхнул один из охранников к башистан сама но пожалуйста я умоляю крайне мере убери как мы по крайней мере умри как мужчина с отвращением бросил он бля последний что услышал был ляск металла видимо кто-то передернул затвор да прям тебе на голову фу блять пизда сука или плохая концовка бля да да не но и я жопой своей чувствовал я жопа своей чувствовал что нужно сохранить их хорошо что я сохранился да я немножечко прихерил конечно или плохая концовка на я я не буду это раскрывать да это плохая концовка но об этом узнает только тот кто досмотрит до конца а так я назову типа вот эта превьюшка с кэтрин и неожиданный поворот неожиданный поворот вдруг неожиданная концовка плохая или такое достижение вылезло да но в любом случае следующую серию я начну с этого момента сохранения конечно же с нашего выбора вот мы конечно же дойдем мы и дальше обязательно потому что я хочу дойти до 30 сентября они сдохнуть 26 сентября вечером на балу блин на заднем дворе кабояши джуна что выстрелили затылок и по инерции упал бы в яму который сам вырул зашибись вообще конечно смерти от бога просто вот такая у меня реакция все спасибо большое за просмотр ставим лайки подписываемся на канал на группу вконтакте добавляясь друзья подписываемся также на телегу на дискорд и ссылочка на пологисты ски в описании под видео всем удачи и всем пока